Доброго времени суток! Ситуация. Родители категорически против моих отношений с мужчиной. Ну тут все зависит, сколько вам лет. Если вам, допустим, 14, это нормальная история. Они, кстати, могут быть категорически против и ваших отношений, если вам 44, это тоже нормально. Ну другое дело, что в первом случае они должны в это как-то вмешиваться, потому что вы находитесь под влиянием, под защитой. Под обязанностью, ответственностью этих людей. А в ином случае это уже насилие, а вы бестолковые или бестолковые не можете свои границы защищать. Ну вернемся. Мои родители категорически против моих отношений с мужчиной. Ставят перед выбором либо мы, либо он. Ну сделайте выбор. Искренне люблю обе стороны, не хочу терять доверие и теплое отношение с кем-либо. Ну мы сразу видим, что это действительно теплое отношение. Когда родители говорят своей дочери, сука, или ты, или он, если тот... Это теплое отношение. Это вот прямо иллюстрация теплых отношений. Мы все знаем, что это именно оно и есть. В энциклопедии на слове теплые отношения это письмо может быть. Тупик, что делать в такой ситуации. Спасибо большое за ваш... Ага, ну это понятно. Так, что же делать, дорогие друзья, с этим всем? Ситуации всегда будут, когда люди будут с вами вести себя недостойно, неправильно, агрессивно, неумно, странно, ну и так далее, и так далее. И вам надо будет учиться с этим что-то делать. И очень часто эти люди, которые будут вас гнобить, обижать, унижать и тому подобное, это очень часто будут ваши самые близкие люди. И вам нужно будет научиться не терпеть недостойное поведение даже близких людей. Потому что если вы терпите недостойное поведение близких людей, они понимают, что это нормально. Вы же терпите и будут так себя вести. Или я, или ты. Ну, дорогие родители, встретимся в следующий раз. Можете обращаться. Естественно, так тяжело, ну так жестко общаться с родителями очень сложно, потому что, а как же, а вдруг понадобится, а вдруг попросим, а вдруг там и так далее, и так далее. Ну, всегда придется с чем-то сражаться, а как вы хотели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!